Это постановление руководства сельской управы Джоош Карасуйского района вышло два года назад. Чтобы люди излишне не тратились на то и похороны, было введено ограничение. В частности, запрещается на проведении торжеств, к примеру, свадеб или юбилеев, резать лошадь или корову. Для угощения гостей разрешалось забить мелкорогатый скот. А на похороны и поминки и вовсе было запрещено угощать гостей дорогими мясными блюдами. Ввести такое ограничение, отметим, тогда предложила местная молодежь. На свадьбах начали дарить дорогие подарки – золотые украшения, кольца. И с каждым разом их запросы росли. Для людей это стало делом принципа. Жители погрязли в кредитах. Надо было как-то бороться с этим. К нам обратились молодые люди из села Джейде. Они попросили ввести ограничения. Как выяснилось, один из них практически остался на улице. Он был вынужден продать дом, чтобы погасить кредит, который взял на покупку лошади для похорон отца. Как говорят сельские чиновники, борьба с излишними расходами дает результат проведения похорон. Гости, приехавшие проститься с умершим, уже не садятся за стол. Уходят, лишь почтив память усопшего. Аким Карасуйского района тоже родом из нашего села. Когда у него умерла мать, он посоветовался с местными аксакалами, подчинился местному закону и не стал резать ни коня, ни корову. Люди подчиняются. Исключение только для гостей, которые приезжают издалека. Их можно угощать. Более того, приносить колпаки и другие подарки тоже запретили. Кроме того, в селе действуют также ограничения на размер колыма за невесту и приданного, а также на количество автомобилей свадебного кортежа. Их не должно быть больше трех. Добавок ввели контроль и за угощениями свадебного стола, чтобы не было лишних растрат. Свадебный кортеж, как раньше, в селе уже не увидишь. Молодежь уже не использует большое количество машин. А зачем? Скромность никогда никому не мешала. Сейчас для свадебных гуляний заказывают один микроавтобус и все. А за подарками на тоях все время следит специальная комиссия. Если гости приносят слишком дорогие подарки, то их изымают и возвращают только после торжества. Ну а сельчане, конечно, в большинстве своем поддерживают инициативу Айлю Кмэту, чтобы то и другие массовые мероприятия проводились скромно и без лишних трат. Ведь тщеславие и желание выделиться среди соседей приводило к печальным последствиям. Сельчане, конечно, понимают, нет надобности, например, на свадьбу заказывать 20 машин, а потом еще и той проводить сначала дома, а затем в ресторане. Погуляли пару дней, потратили все сбережения, а затем весь год сидят без денег. Или вовсе становились банкротами, залезают большие долги и не могут расплатиться. Контролировать исполнение постановления должны представители местного самоуправления. А те, кто не будут подчиняться, будут оштрафованы. Сумму штрафа устанавливают суды Аксакалов. В Урской области в год в среднем проводится более 15 тысяч различных торжеств. А по всему Кыргызстану на то и похороны тратятся по несколько миллиардов долларов в год. Гульжан Алтмышпаева, Бекжан Токтасунов, НТС ОШ.